Всем доброго дня, мои дорогие! Сегодня у нас в Краснодаре солнечно, несмотря на то, что плюс 10 градусов тепла. И вот я вам хочу показать свои розочки. Так, вот как раз солнышко на них падает. Роза кардана, которую я пересадила уже как три недели назад. Вот, смотрите, мои хорошие. Сейчас прям на солнышко их вот так вот вынесу. Вы видите, сколько они новых листочков дали. Так, это вот у меня четыре кустика. Единственный кустик, который пока не дал новых листочков, это вот этот, даже самый малюсенький. Вот он дал листочки. Там мои орхидеюшки стоят. Ну, про них я сниму отдельное видео. Про их корневую систему, про листочки, которые они стали давать. А сегодня рассказ про розы. Итак, я уже снимала на своем канале видео, как я их пересадила. Как они стали давать вот в первой листочке. А теперь я вам хочу рассказать, как часто я их поливаю. Смотрите, мои хорошие. В осенний период, тем более в осенне-зимний период, их часто поливать нельзя. Я их поливаю в поддон. Вот это удобрение развожу в теплой отстойной водичке. То есть специально отстаиваю воду и чуть-чуть добавляю туда кипяточка, чтобы вот водичка была слегка теплая. И несколько капелек добавляю вот этого удобрения Бонефорта для питоний. Вот. И получается в поддончик. Чтобы они сами выпили это удобрение, в течение 30-40 минут они должны полностью водичку выпить. Если не выпили, то остатки уже сливаем. Смотрите, какая должна быть у них земля. То есть почва, грунт. Он ни в коем случае не должен быть мокрым. То есть вот сейчас я вам на примере вот этой розочки. Ну, солнышко падает. Покажу, что видите, верхний слой, он такой как бы немножко сухой. А когда уже опускаешь туда палочку, там он уже влажный. Вот примерно такой он и должен быть. То есть ни в коем случае розочки не должны у вас быть в перемоченной воде. Они этого не любят, и у них может загноиться корневая система. Но это чисто вот из моих наблюдений за ними. То есть и из советов моей свекрови. Вот она мне сразу сказала, их нужно поливать один, максимум два раза в неделю. И смотря еще какая погода. Если солнечная погода, естественно, быстро будет испаряться лишняя влажность с розочек. А если, допустим, дождливая погода, то если даже вы их немножко полили, эта почва грунт у вас будет очень влажная. Ну, вот этот самый большой костик, видите, какой у меня уже прям становится такой широкий. Это самый малюсенький, но тоже приятно, что листочки дал. Ну, вот эта красотка пока у меня никак не может дать листочки новые. Но я радуюсь и тому, что она прекрасно сидит, ничего не сбрасывает. Ну, и вот эта вот красоточка, видите, вот они зелененькие такие, красивенькие идут. Очень жду, мои хорошие, бутонизации цветения ее. Да, это был бы мой первый опыт, если все получится в домашних условиях, бутонизации цветения розы-карданы. Ну, это просто замечательно, мои хорошие. Конечно, очень жду, очень верю в это, стараюсь все делать, как мне говорили, правильно. Обязательно смотрите за поливом. Они любят водичку, но они не любят, чтобы их переливали. То есть поливайте вот в поддончик. Вот, обязательно рыхлите почву. Я рыхлю вот такими вот деревянными шпажками, вот такими штучками. Вот так вот, чтобы к розочке было больше кислорода. И подкармливаю. Подкармливаю я их постоянно. По 5-6 капелек вот любого удобрения. Сегодня вот бонафорта для питоний, а завтра агрикола у меня там, через несколько дней. Другое удобрение. Понемножечку, просто добавляйте по 5-6 капелек. Где-то на литр воды, может быть, даже меньше. Водичка обязательно должна быть отстойной и чуть-чуть тепленькая. То есть не комнатная температура, А чуть-чуть добавляйте прям теплой водички, чтобы на ощупь она была теплая. Потому что они любят теплую воду. Опрыскивать я их ни разу не опрыскивала. Честно вам говорю. Вот. Ну, вот так продолжаю наблюдения свои за ними. И делюсь с вами своим небольшим опытом. До встречи, мои дорогие. Постараюсь следующее видео выпустить еще с интересными новостями.